Я должен измениться за то, что мой доклад будет скорее парфоническим, ибо я не являюсь киноведом, специалистом по киноэстетике, не являюсь киноманом, обычным потребителем той самой массовой культуры, которую мы все понемножку потребляем. И более того, я даже думаю, что на ту тему, о которой я буду говорить, есть серьезные работы, о которых я практически не знаю. Когда мы говорили с Сергеем Владимировичем, который, я повторяю, является настоящей динамомашиной нашей конференции, то я заранее предупреждал, что раз это все-таки лекотехнологии и так далее, а мне бы есть чем заниматься древними греками, в этой аудитории в феврале месяца я читал доклад на школе, в школе религиоведческой, эзотериологической, посвященной Тюбингенской концепции эзотерического учения Платона. Старался он заглачить. Павел Николаевич Киваев, он присутствовал при этом. Современность, я просто участник современности с этой точки зрения. Я, скорее, приезжал Сергеем Владимировичем, что мой, скорее, доклад – это такая шутка. Ну, шутка, в которой есть доля шутки, а может быть, какая-то доля истины также. Ну, и он связан с… Хотел я его назвать тоже не так, как назвал его Сергей Владимирович. Вот пример властных отношений, я немножко о власти сегодня скажу. Хотел назвать его «Секретный материальчик». И значительная часть, я думаю, сидевших здесь смотрела замечательный американский фильм «Пол. Секретный материальчик». На самом деле, в английском он просто называется «Пол. Секретный материальчик» – это наши прокатчики добавили. Ну, для того, чтобы понятно было русскоязычной аудитории, что это секретный материальчик, да? И речь пойдет об образе, о неких не топосах, такого стандартно популярного образа эзотерики, применяемых не к эзотерическим организациям в кинематографии. Ну, не к эзотерике в классическом смысле слова, а к каким-то другим организациям, к которым такого рода топосы причисляются. Я, наверное, мало что серьезного здесь обобщу, только несколько каких-то совершенно внешних предварительных заметок дам. Если они неправильные, если у меня добавить, опровергнуть, я буду только рад. Вот. Ну и какие-то, может быть, причины появления подобного топоса в массовом кинематографии я хочу отметить. К слову, коллеги, если вы наберете в Гугле, который знает все, если его не будет, неизвестно, что будет, наберете кино об эзотерике, фильмы об эзотерике, то вам попадутся фильмы типа «Трасса 60», ну и так далее, который, в общем-то, не про эзотериков, да, не про эзотерику, тоже вот такая своеобразная аберрация смыслов происходит. Но кинематограф, особенно популярное кино, безусловно, безусловно, к себе внимание привлекает, и зачастую сам становится предметом эзотерических, так, ну, в кавычках, конечно, вот здесь вот эзотериков, кавычках, здесь вот, в самом деле, из исторических изысков, вот такая известная история в нашем фильме бывших братьев, теперь сестер Вачовски, Мэйтрикс, да, как известно, показывают в какой-то момент в одном из кадров, в перескадровке это видно, паспорт гражданина Андерсона, ну, будущего Нео, и этот паспорт действует до 11 сентября 2001 года. После 11 сентября 2001 года это произвело фурор, у братьев, еще не сестер Вачовски спрашивали что-то, мы ничего не имели в виду, мы ничего не знали, ну, опять же, по легендам, мы даже допрашивали АНБ, американская, ну, легенда, понятно. Но после этого стали присматриваться к паспортам, и в фильме «Люси», вышедшем зимой 2015 года, показывают тоже то ли начало, то ли конец действия «Паспорт» на «Люси», «Скарат Йоханссон», да, который играл, и вот он заканчивает свое действие 24 августа 2015 года. Это не зря сказала эзотериофильская, вот эта популярная киноаудитория, особенно российская, потому что 24 августа, как известно, день независимости Украины. Вот, но ничего не случилось, или что-то случилось, но мы этого не заметили, по крайней мере. Вот, но это так, некоторые шутливые вступления к несерьезному, сразу скажу, докладу, ну, несерьезному с точки зрения, может, проработанности материала. Итак, в ряде случаев в популярном кино появляются мотивы, которые имеют внешнее, безусловно, внешнее сходство с мотивами описания некоторых таких закрытых эзотерических организаций. Они не просто закрыты, но они обладают некоторого рода знанием, которое, правда, чаще всего потом разоблачается, вот, но, тем не менее, по внешней форме они имеют характер таких организаций. Я не имею даже фильм Гая Ричи, Шеллок Холмс, первую серию, где там все правительство Великобритании оказалось масонским по своей природе. Я имею в виду фильмы некого рода близости современности, близкие современности. Большая часть из вас, наверное, их смотрела. Ну вот, к примеру, теория заговора, Conspiracy Theory, 1997 года, Ричарда Доннера. Для главного героя является таксист Джерри Флетчер, который, кстати, немножко не в себе, и выиграет Мел Гибсон. Вот, который рассказывает своим, тем, кто едет с ним в такси, про то, что на самом деле спецслужбы, все знают, за нами охотятся, и у них есть даже вертолеты, которые летают бесшумно. И тут показывают летящие бесшумно вертолеты, выслеживающие этого самого Флетчера. И действительно открывается некая рода организация, в которой, ну, естественно, хорошие полицейские, ФБРшники, да, побеждают плохих ФБРшников, понятно. Ну, не знаю, вспомним мы с вами «Лунный аферу», «Мун Волкер», фильм 2015 года недавний, Антуана Бардо-Жаке, где суть которой заключается в том, что американские спецслужбы таким совершенно фантастическим способом в духе Эджи Гая Ричи, а также раннего страха и ненависти в Лас-Вегасе, снимают высадку лунной экспедиции 1969 года на Луну. То есть, вы понимаете, никакой высадки не было, а сняли это совершенно укурившиеся, упившиеся рок-н-ролльщики, хиппи английские, вот, в окружении стреляющих друг друга этих самых безумных цирушников и каких-то местных английских бандитов. Вот, ну, если мы с вами вспомним секретные материалы, X-Files, да, вот этот бесконечный и возрождающийся вечный сериал, то заметьте, там Дана Скалли, Фокс Малдер, ну, то есть Джиллиан Андерсон и Тавид Духовный постоянно находятся на границе какого-то знания, которое вот, вот, оно либо ускальзывает от них, поэтому истина где-то рядом, либо же выясняется, что, собственно, все это знание, скорее всего, это деятельность спецслужб, это не специально. То ли общаются, то ли придумывают инопланетян, то ли обладают какими-то секретными способностями и так далее. Ну, «Мэнн Блэк», я думаю, напоминать не надо, там, собственно, существует разветвленная, опять же, заметьте, инопланетная, по происхождению земная организация, в которой действуют два замечательных персонажа, Томи Ли Джонсон, да, и его коллега Уилл Смит. Иногда в политическом детективе, например, шутер «Стрелок» 2007 года Антуана Фукуа действует снайпер по имени Боб Ли в исполнении Марка Олберка, который вообще свое отслужил, отстрелял, что называется, живет себе тихо, тем не менее вызывает ее в качестве эксперта, вешает в нее всяких собак, и он скрывает некую, опять же, заговор и тайную организацию, существующую внутри американского истеблишмента, ну и внутри, соответственно, американских спецслужб. Примеров можно приводить достаточно много, ну, вот тот же самый секретный материальчик, Пол Грега Мактовы, в котором, оказывается, существует своего рода секретная организация, выдаивающая знания и навыки из этого замечательного хиппи-иноземца по имени Пол, самая симпатичная фигура, здесь, кстати, нужно в продолжении предшествующего выступления отметить любопытный факт, заметь в кинематографе современном, там, где используется созданное кинематографическим, вот это компьютерная графика, да, хорошо созданная персонажа, они самые симпатичные, вот они самые симпатичные, да, согласитесь. Вот, вспомнить того же самого дракона из трилогии про Хоббита, вот, ну, и точно так же этот самый Пол. Откуда все это берется, я думаю, здесь я никакого метафизического открытия не совершу, это берется, если говорить общий, так историко-антропологически, это берется, безусловно, из недоверия к любым закрытым сообществам. Это недоверие бы бытовало всегда, достаточно вспомнить известную историю, которую рассказывает Тит Ливий, о том, как около 180-го года до нашей эры время был открыт ужасный заговор. Несколько тысяч человек собирались по ночам, занимались свальным браком, потом то ли убивали, то ли поедали собственных детей, убивали римских администраторов и создали как будто некий народ, некую отдельную публику, внутри римской публики. Ну, помним, республика, дело, власть, народа, название римского государства. Ну и, соответственно, было казнено, по-моему, около 8 тысяч человек. Ужас какой, скажем мы, кто же такие за негодяи были, заговорщики. На самом деле это были орфики. Это первое отмеченное проявление орфических вот этих интересов, движений в Рим. Буквально спустя два поколения уже никто на них не взирал с подозрением. Но потом вот этот вот мотив опрокинутого светильника на классических зонтичных текстах выражения, да, после чего Бог знает, что творится, переносится язычниками на христиан, христианами на еретиков, этих самых дознавателей французской короли на Жака де Мале и Тамплиеров, бойцов с ведьмами записывается в молот-ведьм и так далее. То есть это классическая история, видимо, некий, как сказал бы товарищ Юнг, архетик. Но в продолжение этого вопроса, который задавал Павел Николаевич, я должен спросить себя сам. А то же самое это, что было в древности или нет? Может быть, в рамках современной культуры существуют некие еще и другие механизмы появления и объяснения появления самой этой идеи? Ведь мы с вами должны сказать, что в строгом смысле слова популярной культуры в том виде, как она существует сейчас, особенно в 20-м столетии, прошлый мир не знал. Было нечто другое, что можно как-то соотнести с тем, что мы сейчас именуем популярной культурой, с теми, кого мы сейчас называем селебрити и так далее. Ну вот, условно говоря, кто такие селебрити? Просто один маленький пример в Древнем Риме. Сейчас кто-нибудь скажет, скажет кто-нибудь из коллег, или мой скользкий коллег, говорят, гладиаторы знаменитые. Я говорю, ну, перечислить их по именам. Не знаю. Ну, мы знаем имена целого ряда гладиаторов. Селебрити в Древнем Риме это, безусловно, римские правители. А селебрити в современности это кто? Аптисты? С популярной сферы популярной. Ну вот, то же самое, то есть что-то было иное тогда, что-то иное сейчас, с чем связано это сейчас. И мне кажется, что причина появления такого рода топосов, популярного кентрофия вообще, который не про эзотерику, тем не менее, из того, что переносится из некоторых закрытых сообществ по определению закрытых сообществ на организации, которые действуют в рамках вроде бы такого общего правового поля, заключается в следующем. Культура 20 века, безусловно, это культура такой публичности. Вот здесь упоминалось в слайде на первом докладе, но не проговаривалось с тем вот эту концепцию рационального поведения, теория рационального выбора, да, теория рационального выбора. Ведь по большому счету, что такое публичности, если совсем не простить эту ситуацию, требование публичности, требование демонстративной рациональности, которая соответствует определенным нормам рациональности, безусловно. То есть необходимо продемонстрировать свою лояльность к нормам рациональности, к требованиям публичности общества. Если мы с вами говорим, конечно, об открытом обществе, по аналогии с западным обществом. Даже если организация по каким-то причинам проводит заседания закрытые, все равно она должна полностью продемонстрировать для того, чтобы быть зарегистрирована как общественная организация, как религиозная организация, продемонстрировать свои документы. Требования американского, западного, российского законодательства отличаются. Например, мы все для себя представляем эти требования. Соответственно, публичность, рациональность, нормативность поведения. Публичность, рациональность, нормативность поведения. Публичность, рациональность, нормативность поведения означает также осознание того, что мы все являемся лояльными членами общества и действуем на благо всех. Это такого рода сообщество отрицает создание каких-то отдельных, выражаясь словным языком, социальных складок, социальных ниш, в которых может укрыться нечто такое, что не будет прозрачно для общего социального взгляда и что может быть мотивировано совсем другими мотивациями, извините за тавтологию. Ну, условно говоря, если мы обратимся с вами к Соединенным Штатам Америки, к процессе инаугурации президента, мы знаем, что президент США совершает инаугурацию, положив руку на что? А почему? Потому что по процедуре инаугурации он должен положить руку на книгу, которая для него авторитетна. Известная шутка американская, уже больше ста лет, и он может поклясться, положив руку на поваренную книгу. И мы знаем, что некоторые президенты клялись, положив руку на свод закона в США. Мы не знаем вообще, первый президент США клялись каким образом, ну на чем они клялись. Понимаете, Библия лишь только постольку, поскольку это такая в топосе общественная книга, но не религиозная книга. Если мы с вами обратимся к, не знаю, к каким-то современным лидерам западного мира, это собственной России, ведь ни от одного из них мы не услышим объяснения в качестве какого-то политического действия. Как для российских читателей Ивана Николаевича Толстого, например, понятен, Наполеон перед Бородино, дрожание моей левой икры, это великий признак. Иными словами, идет апелляция к некого рода рациональным основаниям, к чему-то рациональному. Это, кстати, один из очень важных вопросов, так сказать, по поводу актуальных некоторых тем в социологии современной религии и в политологии современной религии, насколько религиозные организации вообще допустимы в сферу такого нормативного представления о публичном обществе. А уж тем более это касается эзотерических организаций, которые не только могут совсем нерациональные мотивы, с точки зрения, повторяя, нормативной рациональности, да, национальные мотивы руководствоваться, так еще и закрывают свои, проводят свои заседания, некоторые вроде, некоторые вот как-то вот, закрывают свои заседания и утверждают невозможность сообщения знания массам, ну просто потому, что невозможно его сообщить, это знание массам. Вот, то есть, получается, в сфере публичности присутствуют некие элементы непубличности. И тогда стандартная модель объяснения этой непубличности, ну помимо вот того, о чем я говорил на вступительном слове, наши деларят, наши коллег, экономически говорят, ну это просто шуткая эзотеризма, это одно из проявлений невежества, да. Ну мы это оставляем в стороне, это частная точка зрения. А стандартная модель в сознании, в таком коллективном появлении непубличности, это не что иное, как властное отношение. Это некое стремление к власти. И, соответственно, мы с вами обнаружим в сфере деятельности официальных институций, государственных, те институции, которые, во-первых, поддерживают отправление власти, которые обеспечивают безопасность отправления этой власти, которые сами могут узурпировать отношения этой власти. Такого рода, где предпевают организации, в каком месте? Конечно же, в службах внешней разведки, в службах безопасности, в службах внутренних дел, которые как бы, которые обладают в народном сознании аурой, очарованием, шармом определенным, закрытости, таинственности. Мы же все знаем, как мне рассказывали в 90-х годах, мой коллега, мой-то человек точно работал в КГБ, и они все там занимались борьбой под названием «секта». Кто-то слышал так название такой борьбы? Я тогда в первый и последний раз слышал, может и правда ею занимались. Они там пользуются такими технологиями, которые мы не знаем. В общем, все сплошные нео. Вот это вот очарование, оно может иметь как позитивный момент, так и негативный момент, да, негативную оценку. И тогда начинается перенесение на образ этих секретных служб или каких-то секретных подразделений, совершенно поверхностно, конечно, снятых с явлений реально эзотерических черт, наделение их имя, и в итоге мы получаем вот тот образ, который мы видим. На что я хотел обратить внимание последнее, обещал быть немного, говорю много, ну, то есть мысль моя, да, некого рода вызов публичности. Этот вызов публичности, угроза публичности, угроза рациональности современной описывается а-ля поверхностно-эзотерической организации. На что я хотел обратить внимание, очень часто, очень любопытен, очень любопытна та фигура, которая вскрывает именно вот эту вот деятельность. Вот заметьте, Джерри Флетчер, который упоминал в начале выступления, но который играет Мел Гибсон в «Теории заговора», он не в себе. Ну, в конце фильма выясняется, что он не в себе из-за опытов нечеловеческих, которых над ним совершали, но он не в себе. Он не в себе, он атопичен, он неуместен. Он не такой, как все, он не играет по тем же самым правилам, потому что что-то вот он тронулся чем-то, и он может увидеть то, что другие не видят. Ну, не знаю, в секретные материалы, если мы с вами помним, Данна Скалли и Фокс Малпер, иногда друг друга подозревают, что они тронулись умом по очереди, чем не этого сериала. То один другого, то этот. Только такой человек, который верит в совершенно ненаучное нечто, начинает пугаться этого наличия, может открыть что-то такое, вот что противоречит, заметьте, нормативной рациональности публичности современного общества. Вот, ну, в «Лунной афере» вообще действуют, соответственно, товарищи, и даже этого. Да, кстати, там главный действующий лицо, в забылке его зовут в фильме, который играет Рон Перлман, такой очень характерный, фактурный американский артист, по-моему, американский. Рон Перлман, он, вообще-то говоря, большая часть фильма страдает незалеченным вьетнамским синдромом. В течение всего фильма он постоянно, к нему являются льетнамцы, убитые, Монгзана убивает, еще там что-то, только лишь ЛСД спасает его от всего этого дела. Вот. Ну, а если мы с вами вспомним секретные материальчики, секретные материальчики, то оказывается в центре передряги два человека, вот, которого сыграли замечательные Саймон Бек и Ник Фрост, замечательные английские артисты, в том числе комедийные артисты, которых, выражательно-современно, в современном младшемске, в общем, называют гиками. Ну, в общем, такие товарищи, странные совершенно, не то, не сё, опять же, нелепые какие-то, только с ними может это произойти. То есть, иными словами, ищейка, которая вынюхивает складки в прозрачном нормативно-современном обществе, оказываются люди, которые в этом обществе не очень уместны, не очень применимы и зачастую даже противоречат данному обществу. Вот, ну и таким образом, излишний маркер добавляется к тому, что что-то не то здесь, вот, истина где-то рядом, но вот что-то не то с этими организациями. Ну, вот так, на мой взгляд, такие мифы, штампы начинают работать в отношении, в кинематографе популярном, извините за это, в отношении разного рода скрытых организаций. Спасибо.